Здарова всем, друзья! Мы продолжаем играть на Амазинку онлайн в четвертом сервере Азур. Начинай игру вместе со мной по промокоду КАВСАМРАЗОР, он тебе даст бонусы. Ссылка на игру есть в описании, скачивай и присоединяйся к нам. Желаю вам приятного просмотра. Ну что, друзья, это одиннадцатая серия. Наконец-то я вышел из этой тюрьмы, уже в следующий день я наступил, получается, с прошлой серии, если брать, то я сутки цело сидел в этой тюрьме. И, наконец-то, с этой исправительной колонии вышел и нахожусь на свободе. Я даже рад какой-то степени этому. Сейчас, кстати, уже строй собирался на ВРМ, там, что-то говорили, строй, там, 4 минуты. Но я, по-моему, уже как не успеваю, но я поехал бы на какое-нибудь дело, конечно. В каждом ролике по перекупу я разыгрываю целый миллион рублей на любом сервере Амазинга. Ну и вот наш победитель с прошлого ролика. В принципе, ты можешь забрать приз, чтобы также участвовать, ну как он, если хочешь участвовать, забрать приз, то тебе нужно написать свой комментарий и после комментария оставить свой ник и сервер, где вы играете. Ну и, конечно, вы должны подписаны быть на канал, поставить лайк на этот ролик, иначе бот вас не пропустит. Оп, может, они меня довезут? Я бы хотел вас попросить довезти меня до города. А то такси что-то не едет. Не довезете? Я бы вам там отсыпал. Ну, сотки вам хватит, довезете. По 50... Ну, поехали! Так, по 50 тысяч я с ним насыпем, и сотрудники меня довезут до города. А сможете меня довезти до Тавриды, поселка? Тавриды знаете где? Не, не знаю. А там этот, навигаторе 308-й дом, укажите просто. Эй, выпустите меня отсюда. Накинул пацаном чисто по 50 тысяч на лапу, и вот уже готовы меня довезти. Все, поехали. Ну, вот так вот работает СНС, нормально такие сотрудники попались. Да, договоримся. Договоримся. Да-да, там... 308-й дом, укажи. Номер дома 308-й. Стой, стой, сними с меня преследку. Да, конечно. С нами поедешь. Так, сними преследку, и ты... Сними преследку. Ты сними. Смыс, ты начал преследовать? Ты машину нашу ударил? Дави его, дави его, дави его. Я не знаю, что здесь происходит, но... Ладно, главное, я не при делах, я просто сижу в машине. Это они что-то с ним там возятся. Не, я вообще заплатил им деньги, они меня даже не могут довезти. Походу мы застряли. Прямо я сферстатистику сила. Блин, проще было, наверное, вызвать кого-то из своих, там, просто позвонить. Но сейчас я не знаю, кто вообще в области есть. Он его обыскивать начал. Зачем вы его задержали? Меня обещали подвезти, но что-то пошло не так. Но я вас знаю, я вас знаю. Да, я тут тоже отбывал срок, сутки целый сидел у вас. Свои, по-своим стреляю. Я вас поснимаю, товарищ. Сорвал масок, человек, напротив. Что это было, рассказывайте. Что вы здесь устроили? Я сразу ФСБ вызываю, да, товарищ? Сразу вызывайте. Вызываем, вызываю. Сразу вызывайте. Никогда я еще не видел такого зрелища, как свои синусы перестреливаются между собой. Да нет, смотри, у нас, короче, это уже четвертая ситуация. Так что, довезете сотрудники меня до города хотя бы? Время будет у кого-нибудь? Вообще, не, да, никак? Не, никак. Даже находясь в заключении исправительной колонне, я все равно зарабатывал деньги, умудрялся это делать. Стой, такси! Стой, брат! О, ну такси поймал. Ты, это, ты свободен, да? Да, свободен. Можешь меня до Таврид довезти? Куда? До Таврид, это поселок такой. Ну, в этом южном, знаешь? Нет. Тут сейчас, смотри, разворачиваемся, едем, там мост будет первый, направо, и вот там по горе наверх надо будет подняться. Триста... Нет, это в южный надо ехать. А, сейчас. Ну, ты веди-то меня. На, прямо едем. У тебя, в случае, у меня нет каких-нибудь машин на продаже? Ну, нет. Понял. Тут сейчас налево надо будет. А что, если этому таксисту дать две сотки? Разбилка, куда? Тут лево, прямо вот едем. И направо первый пауэрот. Я во время заключения нормально так кэш поднял, поэтому... В честь того, что я вышел. А тут, а с ноября. Вот, что вышел, я тебя хочу насыпать. Сгреть, так скажем. Вот тебе, 200 тысяч. На бензин, на что угодно. Давай, удачи. Благодарю. Ну, что, ребята. Вот я и дома. Заберем сейчас КамАЗ. Надо продавать КамАЗ. Он вчера так и не ушел. Я там как 90 тысяч оставил, так и эти деньги остались там. Продам. Военный. Ой, тот таксист? Че? Таксист как-то неаккуратно спустился там, стоит. Словода. Полный бочонок заливаем. Покупаем сейчас канистры. Канистры, полный комплект есть. Все, тоже как это, подарок. Так, сделаем подарок покупателю, который купит, чтобы он там, если у него бензин не будет, взял себя, заправил. Если у него было хорошо в этой жизни. Продается и КамАЗ не нужен, не интересует кого. 2 миллиона, но за полтора отдал прямо сейчас. ПТС фулл сток. Багажники, ну там рыбы было, по-моему, немного. Выставляем КамАЗ на продажу. Все, за 2 миллиона будет стоять. Уже потратил 200 тысяч рублей. За 1,5 договоримся. Да, конечно, договоримся. За 1,5 я прямо сейчас отдам. Едь на бу. Все, у нас есть покупатель. За 1,5 он заберет. Но если его, конечно, он сейчас приедет, скажет, что он даже не спросил от Тэш, но не в Тэш, но просто готов купить за 1,5. Вот же он мой покупатель. Здорово. Все уже готово. Забирай, как договаривались. Брат, не довезешь до больницы там человека, заберем я обратно. Полный баг тебя заправлю. Сейчас будем суету наводить на приори. Сейчас нам надо забрать человека, который хотел КамАЗ купить у меня. Но, к сожалению, по каким-то излечениям событий он упал в больницу. Там у него что-то плохо стало, голова загружилась. Сейчас мы его забираем, потом едем на авторынок. Ну, брат, одушите. Выручил меня. Спасибо тебе большое. Давай. Еще одна приора подъехала. Тоже на 5-м регионе. Что-то мой КамАЗ забирают. Нет, сегодня уже. Сейчас-то я его продам. Вместо говорить, да что же это такое. Фиат на номерах. А, на каких номерах? Так, и ты что мне предлагаешь тогда таким образом? Обмен. Погнали. Что, забирай, да, снимаю. Не-не, здесь не садитесь. Мы сейчас на нем не уедем. Ладно, снимаю с продажи сейчас тогда. А, что это такое? Туда нам надо сейчас. Срочно доехать. В Южном, который кинуть? Да, в Южном. А ты банан продаешь? Да нет, его номера типа... Чего его слишком дешево продать? За сколько думаешь? Ну так, если продавать. Ну, бля, мне его за 80. За 80? Ну, тут типа номера связаны с каким-то блогером. Ахмед, Ахмед, Ахмедик. Ахмед. Догоняю, иди сюда. Ахмед. Забрал, забрал ракетку. Сейчас поедем, но банане покатаемся. Вот она мне никогда не нравилась. Ее вот управляемость. Сколько она едет. Ну, может, ты его фиксанули, она начала. Лучше ехать. Сейчас починим тачку. Слишком она резвая. В поворотах. Получается, я тебя кидаю, а ты мне доплачиваешь. Продажа Камаза превратилась в какой-то квест, который я так и не могу выполнить. Ну, сейчас... Так, вот бат на миллион. Все, давай. А, брат, нельзя обменять, к сожалению. Ну, знаешь, как можем сделать? Давай ты мне его продай. Так, все, фиат мы забрали. Сколько там за миллион? Еще там комиссия на тарке выйдет. Я тебя поздравляю. Спасибо за покупку. Ну, и теперь у нас в автопарке есть вот такая вот машина маленькая. Это фиат на номерах Рая 3 восьмерки. Такие номера где-то можно, если по фасу продавать, то за ляма 2 или 3 миллиона могут забрать. Но, думаю, попробуем продавать их за 5 миллион. Выставим их там в павильон. И там уже будем от этой цены торговаться. Но так, срочно тоже не стоит такая задача продавать их. Можно пока оставить себе. Ну-ка, багажник посмотрим обязательно. Это наша любимая рубрика. Пустой багажник, ничего нету. 500 амазингов стоит снять номера. Ха! Что-то дороговато. Раньше как-то дешевле было. Ну, а что, прикольная машина так-то. Можно кататься. Самая такая. Ну, сколько у них там госка? Я же говорил, как-то там 10 тысяч рублей всего. А, не, 15 тысяч госка. Ну, ладно. Ну, я, видимо, на нее выбил номера. Она у нее стояла в автопарке. Деска я сейчас понял про бизнес. Что там по бизнесу? Ну, 2 миллиона 200 сегодня финка. Хорошо так заработали. От сердца и почек дарю тебе заряженную. Ключи это в 90, да? Бля, брат, от души. Что у меня теперь делать с этим фитом? Я даже не знаю. Но есть два варианта. Либо его продавать. Также за миллион рублей. Ну, продать, скорее, лучше будет. Ну, или загинуть донат. Хотя у меня есть, конечно. Но я не хочу тратить. Ну, вот, прям не хочется. Так что, напишите в комментарии. Я что-нибудь решу. А всем, кто досмотрел это видео, спасибо за просмотр. Увидимся в следующем ролике. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok